Звёздный странник Подумал он, свистнул как можно громче И шутливо погрозил пальцем Дескать, не спать у меня Оба прицепщика весело откликнулись Федька с дальнего плуга Показал большой палец А Гена с ближнего ещё и выкрикнул звонко Всё в полном ажуре, дядь Артём Полный ажур Его излюбленное выражение И парни нет-нет Да и вставляли его в свою речь Явно ему в угоду Ну так, что с того, знак уважения И ему это очень нравилось Молодцы ребята Работяги, что надо Повезло мне с ними И тут же разулыбался от воспоминания Потому что месяц назад думал как раз наоборот Именно тогда механик привёл их к нему Сказав, что им обоим по шешнадцать Помнится, Булёв с подозрением оглядел подростков Какие там шешнадцать, когда от силы четырнадцать Уж больно тощие оба Да невзрачные Особенно не удовлетворил его вид генки Веснущитого, голубоглазого парнишки С копной белокурых волос Худого Даже по сравнению с другом, который тоже далеко не богатырь Ну, как говорится, на безрыбье и рак рыба Мужиков-то где теперь сыщешь? Ну что ж, пошли Кивнул он им и беззлобно, подружески бросил На раме за воздух крепче зубами держитесь Чтобы не сдуло Не сдует, дядя Артём Мы жилистые Вот и не сдуло Беда пришла, когда Булёв уже не опасался за ребят С самого первого рабочего дня Залюбил он этих парнишек От работы не отлынивали А уж, как за трактором ухаживали Любы дорого смотреть Они прямо вылизывали агрегат А стоит Артёму полезть в мотор Оба тут, как тут, с расспросами Где? Что? Для чего? Особенно Генка Тот через неделю уже, как заправский тракторист Разбирал и смазывал детали Сам заводил трактор и со знанием дела Прислушивался к мотору Ну, это опять же в точь, как проделывал и сам Булёв И благостно становилось на душе У не очень-то и мягкого на характер тракториста Главное же случилось, когда уличил он пацана За молитвой к Богу Время было обеденное И ребята, как правило, отдыхали Каждый на своём рабочем месте То есть прямо на деревянной раме плуга Сам же Артём не очень любил греться на солнце И всегда дремал в тени трактора А в тот день будто мешало что-то Ну, никак не мог он заснуть Вот и решил в моторе покопаться Тут он и увидел Генку Увидел и опешил Пацан стоял на коленях за плугом Уткнувшись лицом в ладони И, всхлипывая, просил о чём-то Бога Артёму стало неловко, что он хоть и невольно Но вторгся в чужую тайну Да и Гена смешался от его неожиданного появления И быстро сел, подвернув ногу под себя Артём присел рядом Ты умеешь молиться Богу? Тот быстро закивал головой Вытирая глаза казанками пальцев А как же ты молишься, если ни образа, ни иконки у тебя нет? Осмотрелся тракторист Где ж у тебя Бог-то? На небе Просто, сказал мальчик Он везде Только его не видно А, ну да, ну да Смутился Артём А за кого ты молишься? За маму Чтобы и чё? Чтобы Боженька вернул мне её Она не виновата Это Скобелик Со зла её оговорил За то, что я ему лошадь прошлым летом не дал Ты? Так это ты и есть? Так это ты и есть? Недоверчиво присвистнул Артём Янка кивнул Да как же ты Кобеля-то не испугался? Пацан только пожал плечами И молча уставился на свои ноги А ну как Поранил бы мужика Не, не поранил бы Он сразу Такого дёра дал Что я даже испугался О как! Усмехнулся Артём Оба, значит, Перетрусили Выходит так Улыбнулся Янка Слух о том, что какой-то немчурёнок Оконфузил председателя сельсовета Скобелика Облетел тогда всю округу Он ведь не просто не разрешил ему взять колхозного скакуна для личной надобности А ещё и поднял вилы на Терентия, когда тот попробовал взять коня селком Это был тот случай, когда большинство сельчан, хоть и молчаливо, но были на стороне мальчугана Уж больно наглый был этот председатель И подлый Ни одну душу сгубил своими доносами Шибко боялись его сельчане И самые несознательные за глаза переиначивали его фамилию, называя Кобелём А тут на тебе, пацан Без роду, без племени На смех начальника поднял Но и не без злорадства судачили люди, что, мол, Если бы не заголосил Терёх от страха, никто бы про то и не дознался Так что опозорил-то он себя сам Не, что мальчишка и вправду бы ткнул его вилами Да не, не в жизнь Это ж он так, для самообороны, видать, за них схватился И в разговорах ни у кого даже и мысли не возникло Упомянуть его национальность Смелый парень, да и всё тут И вышестоящее начальство поняло настроение сельчан На общем собрании колхоза так расчехвостили Скобелика, что только, ай да ну Аж целый выговор сделались Как он-то действительно на весь район один такой А он его в тягловую силу чуть не записал Но попросили народ оставить мужика в должности Дескать, опыт у него и всё такое прочее Тут и Терентьей рванул на себе рубаху И рубанул правду матку, что, мол, правильно оголец поступил Так, мол, мне и надо И такой он сам смиренный тогда сделался Что тут же его и пожалело всё собрание Пусть, мол, работает, раз уж так вник, да раскаялся А он, значит, вон как раскаялся Выждал время и отомстил пацану Засадив его мать в тюрягу Усугубилось-то дело ещё тем Что она прилюдно отбрила его ухаживание Тут он и вовсе взъярился Правда, вид сделал, что вроде шутя он к ней приставал А осенью пропали у неё три годовалых бычка В том, что с фермы их умыкнул именно он с братом-алкоголиком Никто не сомневался Но вот нашли же одну шкуру в доме у Марты И скорый на руку суд определил ей три года тюрьмы Знал кое-что о том деле, Артём И побольше знал, чем большинство сельчан Но равно, как и то самое большинство Предпочёл смолчать Своя рубашка она, ближе к телу Но что Генка и есть тот смельчак Да Отыгрался, значит, Терентий Но где же теперь твоя мамка? На лесоповале Она уже письмо прислала Ну и чё пишет? Можно там жить? Можно Ей это не впервой По-взрослому рассудил Генка Только она сильно об нас с мамой скучает Как это с мамой? У тебя две мамки Лечо ли? Ага Расплылся в широкой улыбке мальчуган Две Мама? И ещё мама старенькая У-у-у, брат Да ты счастливый У других вон и одной нету Счастливый Согласился Генка Вот скоро мама вернётся И опять всё ладно будет М-м-м Три года, Гена Это не очень скоро Ей ведь три дали Она не будет столько Её скоро отпустят Да как же тебе знать про это Оттуда, милок Раньше не выходят Позже Так это пожалуйста А её отпустят Упрямо повторил Генка Она не виновата Мы все молимся за неё Эх, Гена ты, Гена Пожалел Артём пацана Потом воровата оглянулся Словно кто-то Мог его здесь подслушать И склонился К самому уху мальчишки Да если бы по молитвам Всех отпускали У нас и тюрем бы не было Понял Одними молитвами Делу не поможешь Поможешь Дядь Артём Мы вон за папку Сколько лет молились И он отыскался Бог всего может Только просить его Шибче надо Папка Вскинул Собулёв Так у тебя и отец живой И где же он Теперь не знаю Потупился Генка В прошлом году от него Три письма было А в этом Опять ничего нету Может быть Потому что мы переехали Не знаю Только он тоже Скоро приедет Мама говорила Что раз папка Нас по почте Разыскал То по готовому-то Адресу Уж и искать нечего Приедет он Обязательно приедет Уверенно подытожил он И мечтательно Вскинул глаза к небу Я вот только гадаю Кто из них Первым вернётся Мама Или папка В его голосе Не было и намёка На сомнения В их встрече А в глазах Отражалась Синева небес Таящая в себе Радость её ожидания Ну, дай-то Бог Дай-то Бог Пробормотал Артём И нерешительно Откашлялся Ну, это Раз уж ты Всё равно Молишься Помолился бы Из-за меня А? Может Отстанет от меня Цыганское проклятие Ты ведь слышал Наверное Как цыганка Я передам Я передам Серьёзно Сказал Гена Только ты сам Тоже молись Тогда Всякая хворь С тётей Маней Уйдёт И корова найдётся Ну, это Конечно Гена У меня В углу И образок Есть Молюсь я Ты Не только На образок Ты Везде Молись Бог Он Про всё Слышит Может И про всё Уклончиво Согласился Булёв Но тут Уж Не до коровы Хоть бы Старуху Отпустила Он Поднялся И шагнул К трактору Ты Говоришь Везде Молиться И в поле В поле Особенно Вон Здесь Простор Какой И везде Бог Ну Посмотрим Как Нас Слышат Буди Федьку И было Чудо Артёму На третий День После их Разговора Выздоровела Жена Да Да так Выздоровела Что Будто И не болела Вовсе И Сомневается Тракторист То ли Правда Молитву Помогли То ли Потому что Отыскалась В тот день Корова Девка Одна Привела Её Из дальней Деревни А уж Как Бурёнка Туда попала Пади Догадайся Но Как Как Там Ни Было А Проклятью Цыганскому Пришёл Конец В Это Он Поверил Безоговорочно И На Генку Смотрел Теперь С Большим Уважением Он Ещё Раз Полу Обернулся И Именно В Эту Секунду Увидел Как Автомат Подъёма Захватил Рукав Фуфайки И Швырнул Зазевавшегося Мальчишку Под плуг Не обернись Булёв В тот момент Вряд ли Расслышал бы Отчаянный Крик Федьки В считанные Секунды Очутился Он У плуга И Высвободил Генку Аккурат По груди Переехало Колесо Сильно Вдавив Его В рыхлую Землю Мальчик Стонал Стискивая Грудь Руками И Судорожно Хватал Ртом Воздух Лицо Его Исказило Боль Больно Слабо Шептал он Видать Раздавило Меня До смерти Артём Положил его На раму На фуфайку И обернулся К Федьке Лети В деревню К Михеичу Прерывающимся Голосом Приказал он Пусть Под воду С Настей Пошлёт Да лесом Лесом Через Колок Беги А ну Кто Встренится По дороге Ну Давай Федя Шибче Беги А Федьке Это и указывать Не надо Припустил Так Что только Пятки Засверкали Ничего Ничего Бормотал Артём Легонько Массируя Грудь Мальчика Какой Там До смерти Рухи Ноги Целые Остальное Заживёт Как же Так Выходит Что Ты Меня Отмолила Сам В беду Попал Постепенно Дыхание Мальчишки Выровнялось Он Уже Не кривился От боли Но В какой-то Мучительной Тоске Смотрел В небо Там В сизой Дымке При закатном Ещё Солнце Уже Обозначился Бледный Месяц И Гена Не сводил С него Глаз Вдруг Он Резко Приподнялся Схватил Булёва За руку И Зашептал Горячечно Дядь Артём Ты Не увози Меня Отсюда А то Папка Не найдёт Меня Не увози А то Разменёмся Мы с ним Или Не веришь Ну Как же Ну Как же Верю Голос Артёма Дрожал Я Гена Всему У тебя Верю Да ты Лежи Лежи И не Разговаривай Больше Трудно Это тебе Гена Благодарно Кивнул И закрыл Глаза Спасибо А то А то Я так Ждал А он Бы Мимо Проехал Сквозь Опущенные Ресницы Я Навидел Как Набежавшие Облака Скрыли На мгновение Блёклый Месяц И он Быстро Быстро Поплыл По небосводу То Ныряя В Облака То Появляясь В Разверзающихся Между ними Небесных Прогалинах Будто Гнал Его Ветер По Седым Волнам Океана Не Успел Он Удивиться Такому Явлению А его Уже И Самого Закружило Вместе С Рамой И Понесло По Тем Волнам С Бешеной Скоростью И он Кувыркаясь Полетел В Черную Бестну Смотрит А это И не Рама Вовсе Колыбелька Его Детская В которой Его Мама Баюкала Да и Летит Он Не В Бездну А Прямо К Месяцу Вернее Не Прямо А Ловко Так По Спирали Виражами Виражами Куролесит Аж Дух Захватывает Он Звездный Странник Вот Уже И Вокруг Месяца Облетел И Понял Куда И Почему Летит Там Рядом С Месяцем Белое Пушистое Облачко Одеяльца Присоседилось А края Его Нежно-розовый Бухромой Отороченный Это Оно Таким Неправдоподобным Просто Немыслимым Преломлением Лучей Закатного Солнца Расцветилось Так И Утонул Гена В Перинке Небесного Покрывала И Закачала Его В Той Лучезарной Тишине Босвода Забаюкала И Чуть Слышно Поет Ему Таинственный Голос В Котором Он Различает Только Своё Собственное Имя То Имя Которым В Самом Раннем Детстве Называли Его Родители Хэйни Хэйни Нежно Выводит Голос Только Отчего-то Он Не мягкий Мамин А Глуховатый Мужской Но Оттого Не менее Ласковый И Неведомые Руки Туго Пеленают Его Хэйнрих Хэйнрих Ах Как Не Хочется Пробуждаться Все же Гена Сделал Над Собой Усилие И Открыл Глаза Вид Случайного Попутчика Заинтриговал Степана Еще Там На Станции Оно Конечно Выправка У мужика Военная Но В кожу На руках Настолько Угольная Пыль Въелась Что Это Еще Вопрос Откуда Этот Супчик Явился 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 Единственное Что Пока Симыкин Узнал О нем Это То Что Зовут Его Василий И Ему Надо Попасть В Шестакова А Кто Там И Чего Там Неведомо Мужик Не Доложил А Он Не Спросил Сам Замкнутый И Неразговорчивый Попутчиков Степан Любил Из Говорунов Чтобы Самому Значит Только Слушать Да Головой Кивать А С Этим Вот Уже Верст Десять Отмахали От Завода Уковска А Перекинулись Всего-то Двумя Тремя Фразами Так Что Волей Неволей Пришлось Ему Самому Разговориться Я Смотрю Издалека Ты К нам Пожаловал Начал Он С Примерно Час Назад Не С Кузбасса Ли Нет Улыбнулся Тот Неизвестно Чему И Оперся Рукой Оверх Телеги Из Подмосквы Еду Город Такой Там Есть Тула Степан Даже Вожжи Бросил И Обернулся К нему Всем телом Москвы Само Это Слово Наводило На Сибиряка Благоговейный Трепет Оно Означало Для него Что-то Невообразимо Грандиозное И Торжественное Что Находилось За Три Девять Земель Куда На Телеге Не Доедешь За Всю Жизнь А Аж Оттуда И В Самой Москве Бывал Бывал Я Оттуда На Фронт Уходил Просто Сказал Василий Так Ты Воевал Стушевался Возчик И Искренне Признался А Я Пень Старый И Грешным Делом Подумал Что Ты Зэк Он Руки То У Тебя Это Же Кто В Забое Монтули Ту Тех А Я На Шахте Работаю Снова Улыбнулся Попутчик Седьмой Год Как Без Выходных И Проходных А Говоришь Воевал А Задачился Степан Воевал Только Недолго Быстро Списали По Ранению Догадался Семыкин И Кто Кто У Тебя Тут А Жена С Сыном Вот Как Раз Эти Семь Лет И Не Видел Их Это Кто Ж Попытался Догадаться Степан Не Он Не Договорил Заслышав Отчаянный Крик Со Стороны Ближайшего Перелеска По Пустоши Бежал Какой То Паренек И Вовсю Размахивал Руками Да Там Что-то Серьезное Стреслось Сломя Голову Шкет Летит Запыхавшийся Федька Подбежал Да Так И Обвис На Телеге Дяденьки Там Прицепщика Плугом Раздавило Вон Там Заколком В больницу Бы поспеть Довести Эх Ты Мать Честная Степан Без Расспросов Подсадил Пацана В телегу И Взявшись За Устцы Стал Заворачивать Коня Потом Вспомнил О попутчике А Ты Как Поедешь Дело-то Видать Будет Долгое Попутчик Не колебался Ни минуты Я С вами У меня Насчет Первой Помощи Навык Имеется Вот Это Куда С Добром Повеселял Степан Это По-нашему Глядишь И Спасем Человека И Телега Затряслась Прямо По Бурьяну За Колком Федька Показал Степану Настоявший Вдали Трактор Вон Он Гони Пока Повдоль А то Тут Овраг Его Обогнем И Напрямки Василий С какой-то Затаенной Грустью Разглядывал Пацана Такой же Вот Наверное Уже И Его Сын Он Достал Из вещмешка Самый Настоящий Крендель И Протянул Его Федьке Тот Засмущался Но Взял С радостью Взял И Удивленным В сторону Трактора Вы С ним Так Похожи С Генкой То Это Ж Его Дальше Василий Не слышал Он Слетел С телеги И Огромными Прыжками Помчался Через Овраг В поле Еще Издали На раме Плуга Он Увидел Накрытое Фуфайкой Тело И Суетящегося Рядом Мужика Хейни Припал Он На колено У рамы Сыночек Мой Не Может Быть Ахнул Про себя Артем И Так И Присел У Плуга А ведь Вымолил Пацан Отца Потрясенный Увиденным Он Начал Быстро Быстро Креститься Его Примеру Последовал И Подоспевший Степан Федька Часто Часто Моргал Пытаясь Удержать Душившие Его Слезы Хейнрих Шептал Василий Раскачивая С всем Телом Живой Он Тронул Его За плечо Артем Живой Ну Помяла Малость Тут Вот На груди Перетянуть Бы Его Есть У тебя Че-нибудь Василий Снял С себя Белую Нательную Рубаху Показав Глубокие Шрамы От Ран На его Оголенном Теле Разорвал Ее И туго Спеленал Сына Не переставая Повторять Его Имя И Енко Открыл Глаза Уже Более Отчетливый Месяц Стоял На том Месяц 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 Лица Лица Было Не Разобрать Но Гена Уже Знал Кто Это И Когда Он Снова Позвал Его По Имени Попытался Улыбнуться Пап Месяц Стоял